Для вас в бизнесе месяц поделится на время благоприятное и период, когда будут происходить события, которые контролировать вы точно не можете. И вполне возможно, эти события вообще будут происходить без вашего участия, вы просто будете их свидетелем, хотя вроде бы должны быть их непосредственным участником, ну и даже инициатором. Всему виной всего лишь два фактора. Первый фактор это сезон затмений, отменить который невозможно, к нему можно только приспособиться, привыкнуть, его можно только принять. И смена знака вашего управителя с водолея на рыб. Здесь все проще, мы на эту энергию реагируем хорошо, но мы в целом ее можем вполне контролировать, особенно если мы знаем, когда происходит ингрессия и мы примерно понимаем, что эта ингрессия нам несет, хотя бы просто по качеству того знака, в который переходит наш управитель. Сезон затмений может просто принести какую-то непредсказуемость. Его влияние ведь, как я уже не раз говорила, колеблется от незначительного, то есть как какая-то наша внутренняя беспокоенность, побуждение к чему-то, ну так, какая-то идея появляется, которая нас более или менее фокусирует на чем-то одном, до событий, которые перекраивают половину нашей жизни и ничего сделать с этим невозможно. Вот, скажем так, насколько это затмение будет лично для вас судьбоносным, конечно, стоит посмотреть по индивидуальной карте. С другой стороны, хочу сказать, что само по себе карты затмений не такие уж плохие, поэтому ничего фатального наверняка случиться не может. А вот смена знака, она, наверное, должна принести вам какие-то заметные события. В этот раз перемена в поведении вашего управителя планеты Меркурий, но будет достаточно заметной, потому что в первой половине месяца ваш управитель в знаке Водолея, и оттого, по мнению некоторых авторов, это положение для него экзальтации. Я придерживаюсь, в принципе, тоже того мнения, что для Меркурия Водолей прекрасен и очень хороший, он создает для него хорошие перспективы для реализации. И полагаю, что поэтому первая половина месяца для вас будет очень активной, вы действительно будете много общаться, у вас будет возможность реализовывать свои планы, а чего еще нужно, да, и личные задачи тоже будут решаться беспрепятственно. А вот вторая половина месяца, она совсем другая. Дело в том, что с 18 февраля Меркурий переходит в знак Рыб, а для него это положение невыгодное. И здесь Меркурий становится крайне нелогичным, очень эмоциональным. Мы теряем такой настрой на объективность. Есть некая расфокусировка и даже акцент на нашу эмоциональную реакцию. И потому это время, в которое вы можете стать излишне чувствительным к тому, что происходит вокруг вас. Вы вдруг начнете замечать, что происходит с другими людьми, и это вас может обидеть, ранить. Вы можете давать не совсем корректную обратную связь, вообще в общении быть не совсем логичными, не так, как вас привыкли видеть люди. И явно вы не будете понимать причину следственных связей. А для вас, как для Меркурианского знака, это не очень просто. Вообще нефтурианские энергии близнецы осваивают с большим трудом. И потому, по мере освоения, они делают достаточно много ошибок. Так вот, не наломайте дров только лишь из-за того, что ваш управитель перешел вводный знак, и как бы вас просто эмоция какая-то накрыла с головой. И то, на что вы не реагировали в первой половине месяца, станет для вас просто как красная тряпка для быка во второй. И оттого стоит запланировать основные дела с 1 по 13 февраля. А в дни с 1 по 5 февраля у вас много общения, и вы действительно в эти 5 дней можете впихнуть огромное количество дел. И, в общем-то, реализовать там 2 трети февральских планов именно в это время. И если как бы вам нужно в феврале подобрать даты для каких-то ответственных дел, то подбирайте их в период с 7 по 12 февраля. Это то же время, когда вы на пике своей интенсивности, интеллектуальной, ментальной, эмоциональной. И, тем не менее, вы не теряете основного фокуса внимания. То есть все здесь работает на то, чтобы вы, скажем так, цель свою реализовали. Дни с 15 по 27 февраля должны быть временем, которое вы можете посвятить своим близким или своим друзьям. Займитесь тем, чтобы пообщаться с ними, побыть в их кругу, соберите их, если это возможно. И, честно говоря, наверное, вам стоит быть более отзывчивыми, более такими эмпатичными к просьбам других людей в это время. В дни солнечного затмения, а это период где-то 15-16, это точно время солнечного затмения, мы вообще должны проявлять себя, может быть, и не должны, может быть, стоит просто проявлять себя через помощь другим людям, через некую чуткость нашу, вообще настройку просто на настроение другого человека. И, конечно, время 15-16, это время нашей, ну, должно быть, время нашей минимальной активности внешней и нашей максимальной активности внутренней. То есть работа внутренняя должна происходить, работа внешней не должно быть. Вот как это по классике. А что в действительности будет, это, конечно, зависит от вашего жизненного контекста. Это, безусловно, мы не можем полностью выключиться из социума, если идет какой-то активный период нашей социальной жизни. Но, тем не менее, постарайтесь в это время скорость всех процессов внешних как бы уменьшить. А как раз-таки побыть наедине с собой, проанализировать все то, с чем вы сейчас живете, куда вы стремитесь, насколько это вам нужно. У нас много таких клишовых шаблонных мыслей в голове, идей. Когда мы их достигаем, основной маркер их клишовости и шаблонности в том, что когда мы их достигаем, мы от них никакого удовольствия по итогам не получаем. Вот для того, чтобы таких моментов было как можно меньше, потому что на достижение мы всегда тратим огромное количество энергии, стоит в дни затмений вот такой вот внутренний аудит проводить. Ну и, как я уже говорила, последняя часть февраля, когда несколько планет сразу перейдет в знак рыб, который для вас не совсем понятен, и точно вы не являетесь знаками, которые дружат и сопричастны друг к другу. Понятно, что это время хаотичное, это время может быть вообще нерезультативное, это время, когда ваши внутренние переживания, ваши внутренние какие-то сомнения начнут главенствовать над вашей внешней активностью и, может быть, даже ей в какой-то степени управлять. Поэтому конец февраля вполне возможно, это будет период, когда ваша результативность пойдет на спад, а ваша эмоциональность будет на самом пике. И вот в таком состоянии вы встретите март. И это неплохо, нехорошо, потому что это естественный процесс, который происходит с нами в жизни. Должны быть периоды нашей такой вот дисциплины, активности, настроенности на результат, должны быть периоды, когда мы что-то пересматриваем, и какой-то такой хаос в наших намерениях должен происходить тоже. И я только желаю, чтобы по итогам вы все-таки вышли на какую-то новую для себя высоту, на какие-то новые для себя понимания, на новую для себя ясность, и дальше уже пошли с какой-то четко очерченной позицией, с четко очерченной стратегией. В общем, я желаю, чтобы сезон затмений для вас был благоприятным. Я прощаюсь с вами, до новых встреч! Для вас весы первые 10 дней нового месяца могут быть отданы работе и социальному взаимодействию. Безусловно, вы представитель знака, который постоянно нуждается в каком-то общении, и вы постоянно этим занимаетесь. Кстати, вот именно из-за этого будет много, очень много суеты в первой части февраля, и даже вы, скажем так, себе найдете работы сверх меры только из-за того, что слишком много контактов приведут к тому, что будет слишком много информации, и появится в связи с этим много обязательств. И, кстати, попытайтесь соблюсти баланс между количеством времени, которое вы тратите на обсуждение идей, на создание какой-либо стратегии, и количеством времени, которое вы тратите на реализацию этой идеи. Потому что здесь явно может быть перевес в сторону, ну, скажем так, такой болтовни. И если он есть действительно, то стоит его сразу же прервать и уже идти в сторону того, чтобы реализовывать. При том, что ваш управитель планета Венера в первой половине месяца находится в воздушном знаке, в ментальном знаке, она действительно больше склоняет к проектам, чем к их реализации, то есть к тому, чтобы мы просто их как бы как воздушные замки строили. Но уже где-то с 11 числа немного ситуация меняется. Она переходит для себя в совершенно другой знак, в знак своей экзальтации. Это очень хорошее для нее положение. И она идет на сближение в благоприятный аспект с Сатурном. А Сатурн — это один из тех основных элементов астрологических, которые отвечают за материализацию всего на свете. Поэтому я предполагаю, что середина месяца будет очень для вас полезной, и очень для вас продуктивной. И в карте солнечного затмения, который произойдет в ночь с 15 на 16 февраля, ваш управитель, кстати, в точном аспекте с Сатурном, что говорит о том, что вот как раз пик будет где-то с 14 по 17 февраля вашей активности, к сожалению, здесь есть некое расхождение с тем, что мы должны или как бы нам желательно делать на затмение. Потому что затмение, дни затмения — это дни, наоборот, какой-то нашей отстраненности, уединенности, отрешенности от всего, тем более дни солнечного затмения. И поэтому период где-то 15-16 февраля — это время, которое вы должны посвятить лично себе, лично своим нуждам, своим чаяниям, диалогу с самим собой. То есть побыть наедине. Но уже 17 февраля надо опять приниматься за дела. Эти рекомендации, конечно, стоит выполнять, исходя из вашего жизненного контекста. Например, если вы понимаете по своей индивидуальной судьбе, что что-то над вами тучи сгущаются, то я бы вам наоборот советовала тогда февраль провести очень-очень тихонечко. И желательно, чтобы, например, в дни солнечного затмения и сразу после него вы не активничали вообще, где-то числа до 27-го включительно. Любовная тема — это тоже важная тема в этом месяце, особенно во второй ее половине. Начиная с 11 февраля, как я уже говорила, ваш управитель переходит в знак, в котором он экзальтирует, поэтому вы становитесь более творческими и порой даже игривыми. И это способствует не только быстрому и легкому сближению с людьми, но и создает определенную интригу. И ваши чары в середине месяца могут притянуть к вам партнера. Партнера с серьезными намерениями и создать какую-то острую ситуацию в любви. Но даже если что-то будет кризисное, а это вполне может быть, что кризис будет в любви, например, которая у вас уже существует, все равно ничего страшного в этом нет, все обойдется, потому что ваш управитель слишком силен в это время. Период с 21 по 23 февраля — это время, которое вам может принести разочарование от человека или от ситуации, в которой вы были очарованы. Поэтому вот эти там 2-3 дня, их стоит прожить тоже достаточно спокойно, без лишних эмоций. Если вы чувствуете, что в вас назревает какая-то волна недоумения, разочарования, которую вы готовы уже высказать, остановитесь. Остановитесь, все это пройдет, постепенно все это уляжется, потому что претензии вообще копеечные, не стоит их высказывать. Они ни о чем, они просто про то, что вы заблуждались в этом. И я вам желаю, чтобы этот месяц прошел для вас достаточно спокойно. Вы один из тех знаков, который должен быть все время в балансе. Именно через это вы чувствуете правильность своей жизни, верность своих решений. Я вам желаю, чтобы в вашем феврале баланса было побольше, а знаете, таких вот перекосов, категоричных, критичных ситуаций как можно меньше, а желательно, чтобы вообще и не было. Хороших вам и продуктивных открытий в сезон затмений. И до новых встреч! Для водолеев это очень важный месяц. Именно вы являетесь центром притяжения событий, людей, планетарных энергий. На вашей личной оси происходит затмение. Первый из них, полные лунные, которые произойдет 31 января, акцентирует ваше внимание на вопросах взаимоотношений личных, ну, например, брачных, любовных. А солнечное затмение, которое произойдет ночь с 15 на 16 февраля, сфокусирует ваше внимание на самих себе. Не стоит в этом месяце активно работать или пытаться что-то реализовывать. Кстати, февраль это период больше для аккумуляции идей, для их анализа, для продумывания шагов по их реализации в будущем. Но в то же время вы сейчас в роли наблюдателя, в роли такого свидетеля больше, чем в роли активного героя этих событий или инициатора этих событий. Особенно это касается первой половины месяца. И очень возможно, что интуиция будет сильно работать в это время и подсказывать вам верные решения. Безусловно, вы один из самых беспристрастных знаков зодиаки. Вам намного легче дистанцироваться от эмоций, чем любому другому из нас. Но у этой особенности есть еще и обратная сторона. Вы очень ориентированы на нечто проявленное, на объяснимое, на логичное. Поэтому интуиция иногда у вас дремлет. Но вот сезон затмений вам могут сниться вещи и сны. У вас может приходить просто знание. И информация создается как-то спонтанно, она приходит из ниоткуда. И не стоит ею пренебрегать, потому что это правильные знаки. И Вселенная вам подсказывает, как жить дальше и как реализовывать то или иное событие в будущем. Во второй половине месяца вы станете более стабильными в своем настроении. Ментание и спонтанность первой части февраля пройдут. И вам станет легче реализовывать все то, что было придумано, задумано в дни лунного затмения. То есть после 31 января. Но если вам, конечно, вообще не терпится реализовывать все задуманное в феврале. Я все-таки настаиваю на том, что это месяц вашей такой стагнации. Должен быть больше, чем активности. Если же все-таки есть рабочие цели, от которых никак не отмахаться, то тогда период с 17 по 24 февраля очень хорош для того, чтобы эти рабочие цели реализовывать. А для встреч с собой и медитацией вам прекрасно подойдет время с 14 по 16 февраля. Сильно акцентированная первая сфера, а может быть и сильно акцентированное ваше собственное солнце в вашем символическом гороскопе в этом месяце дают повод надеяться, что одиночество для многих водолеев заканчивается. Тем более, что в затмениях Венера принимает непосредственное участие. И она создает действительно много возможностей для того, чтобы встретили свою вторую половинку или гармонизировали отношения с существующим брачным партнером. Ждите. Ждите особенных встреч в период с 1 по 7 февраля. В эти дни ваш управитель находится под особым влиянием планеты любви, которая в свою очередь ходит по вашему сектору личному, по первому сектору и возможно даже по вашему солнцу. Так что в эти дни вы обладаете особым обаянием, особой притягательностью, особым очарованием и вполне возможно встретите того самого единственного или единственную, который станет вашей судьбой. Тем более, что в затмении действительно встречи роковые. Я вам желаю, чтобы вы покончили с одиночеством, если вы готовы с ним покончить, и это ваша цель. Я желаю, чтобы новые идеи, новые открытия, новые возможности пришли к вам в жизнь. И если у вас есть на это нужная энергия, то вы стали их реализовывать уже в этом месяце. Если же ее нет, не волнуйтесь, обязательно придет март-апрель вам в помощь для этого. Я вам желаю, чтобы просто этот сезон затмений дал вам много нового, и это вас вдохновило на свершение. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!